Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Афонтова и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Тот, кто не знает, что такое телеканал Афонтова, вы можете приехать в Красноярск. Это один из ведущих каналов, очень хороший, с хорошими программами, новостями. Ну, естественно, там я работаю. А я работаю только на лучших каналах. Значит, ну, сегодня речь пойдет о посеве сельдереев. Сеем очень рано. Я уже вам во всех программах предыдущих за три года выила весь мозг и всегда говорю, что это очень туго всхожая культура, еще и очень долго растущая. Вот на каждой пачке на обратной стороне есть полная информация. Вы отказываетесь читать и начинаете сеять сельдереи в марте месяце. Вы что, с ума посходили, что ли? Тут на каждом написано 200 дней. 200 дней от всходов до технической зрелости. Всходы три недели. 200 и три недели – это 220. И плюс биологическая зрелость – еще дней 15, как минимум, две недели. Так сколько получается? И я тоже думаю, что слишком много. Получается почти, вот почти восемь месяцев. Так когда сеять-то? Какой февраль может быть? Вы когда урожай будете собирать? Поэтому особенно, ну, долго растущий именно корневой сельдерей. Но он самый вкусный. Из него протертые супы с другими овощами очень вкусно. Там капуста, морковка, немножко сельдерея. Вы уже прям язык съедите. А еще чуть-чуть сливок – так вообще караул. Значит, эти сельдереи сеются очень просто. Значит, я хочу открыть пачку и хочу вам показать. Так, кто это? У меня Ясаул и Егор. Один немножко поскороспелее, другой немножко поздненький такой, у которого, ага, 200. Смотрите, семечки. Жалко, что их не будет видно, но я хочу все-таки их высыпать. Они очень мелкие. Вот до того мелкие, но сил никаких нет. Кстати, выбирая семена, посмотрите, чтобы был 22-23 год. Тогда можно сеять не всю пачку. Значит, сеем рядочками или засеиваем всю поверхность. Вот у меня будет три ряда. Я надеюсь, вам хоть что-то, но видно. Видите? А теперь внимание. Вот так вы и оставите семена в этом контейнере. Ничем присыпать не будете. Ни землей, ни вермикулитом. Ничем. Под страхом прямо сковородкой по лбу. Значит, но единственное, что я бы сделала, ну, я вот возьму с этого горшка, чтобы вы понимали, что я бы сделала. Я бы сделала, конечно, влаги там достаточно, тем более все это горячее. Вы должны укрыть вот это все. Вот резинкой можете натянуть там, чем угодно. Вот, кстати, сказать, надо показать, а то вы все же потом спрашивать будете, а как это делается. Да делается это очень просто. Значит, берете резинку и вот так одеваете. Около верхней части здесь есть такая бороздка, и она не выпустит вашу пленку никуда. Все, закрыли. Нанесли отверстие зубочисткой, чтобы дышало, но не испарялось сильно. И все. И на восточное окно. Это все, что вы должны сделать. Как только семена проклюнутся и взойдут, мы убираем пленку. Как только они проклюнутся и взойдут, убираем пленку и внимательно следим, нужна им влага или нет. Запомните, для хорошей рассады надо много света, мало тепла и мало поливки. И если поливка и производится, то только через низ, через поддон вот сюда наливаем, а не вот сюда льем. Не хотите болезней лишних у растений? Не хотите, чтобы они попадали? Значит, делайте, как я вам рекомендую. Ну, вот на этом посев сельдерея у нас закончился. А дальше мы будем следить за этими посадками. Я же не просто так их сею. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова